Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также традиционное напоминание в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, где на ежедневной основе мы публикуем большое количество аналитического контента. Сегодняшний день последний рубеж перед Non-Farm Perils, который, разумеется, прольет свет на перспективы американской денежно-кредитной политики. И изначально, когда мы открывали эту неделю, я анонсировал вам то, что этот отчет будет иметь очень большое значение для доллара и для фондовых рынков. Но после выхода вчерашнего ADP, я думаю, что интерес к нему возрос многократно, потому что ADP, как вы все прекрасно видели, частная оценка американского сектора труда очень сильно разочаровал. 330 тысяч новых рабочих мест прогноз был на отметке 700 тысяч. Если сравнивать с показателем двухмесячной давности, цифра была 680 тысяч. То есть посмотрите, насколько реальный показатель не дотянул до ожиданий. Является ли это сигналом, признаком восстановления? Я думаю, что это риторический вопрос. Но если вы все-таки потребуете ответа на него, я хочу сказать, что 330 тысяч новых рабочих мест, тогда когда экономика должна создавать почти по миллиону, это капля в море. Это точно не индикатор стабильного восстановления, и это точно еще одна железобетонная причина для фидрезерва, которая, разумеется, еще более тщательнее анализирует каждый макроэкономический отсчет, чем мы. Еще один аргумент не торопиться с решением, которое предполагает отказ от программы количественного смягчения и последующее повышение процентной ставки. На этой неделе, вот буквально до выхода вчерашнего релиза по EDP, все культивировали идею комментариев одного из голосующих членов ФРС, Волара, о том, что в сентябре уже фидрезерв точно сократит программу количественного смягчения, может быть, даже на 10 миллиардов долларов в месяц. Но после выхода EDP стало очевидно, что Волар явно поторопился, и, похоже, он опирался на какие-то другие цифры, которых мы не видели. Но я думаю, что все-таки правы мы, потому что мы говорим о статистике, объективных индикаторах состояния американской экономики, и я полон скепсиса касательно того, что ФРС может позволить себе сейчас в текущих условиях решить американскую экономику стимулирующих мер. Ну, если все-таки еще раз вернуться к комментариям Волара, у него было одно условие, чтобы в этом месяце и, точнее, по итогам июля и в августе, да, американская экономика создала более полутора миллионов рабочих мест. Конечно же, июльский отсчет еще только впереди, мы его будем разбирать завтра. Но, как я только что отметил, мы можем сопоставить ожидания рынка на фоне вышедших вчера данных от EDP, предположить, что данные разочаруют. Поэтому ни о каком полутора миллионном росте речи быть и не может. Соответственно, так же, как и не может быть речи касательно того, что в сентябре ФРС сможет позволить себе вот этот шаг, который предполагает корректировку денежно-кредитной политики. В сухом остатке, друзья, мы смотрим на индекс доллара, который может быть сейчас является большим заложником неправильной реакции о элементарных настроенческих условиях торговли, таких как покупание на ожиданиях, продавание на фактах. И в пятницу все точки будут расставлены над EDP. 92.29 – это не причина. Сейчас покупайте доллар. Я напротив. Призываю вас всех, друзья, рассматривайте последнее восстановление как оптимальную точку входа для продаж. Потому что все, что у нас сейчас вырисовывается по американской экономике, я специально не говорю про ситуацию с ковидом. Хотя там тоже много, может быть, комментариев, к сожалению, негативных, потому что количество заболевших растет не только в США. Но в США сейчас показатели максимальные с начала этого года. Десятилетки 1,19%. Ну что еще нужно, чтобы, друзья, создать условия для дальнейшего ослабления курса американского доллара? Золото 1810. Вчера мы добрались до быстро, импульсным, таким легком, до ближайшей цели 1825. Хайп был 1831. Сейчас откатили. И снова, как я уже отметил, к отметке 1810. Я допускаю, что на волатильности, которая грядет, золото может даже дать рывок вниз до уровня поддержки 1795. Вполне возможно, там такой уровень, который держится уже целый месяц. Но существенно ниже и вообще ниже. Думаю, что мы не уйдем. Поэтому диапазон 1795-1810 это вот как раз тот самый коридор, когда, на мой взгляд, нужно принимать решение о покупках. И полагаю, что вы это решение уже приняли. Евро против доллара 1,1834. Здесь пока без сделок, хотя я оптимистичный. Настроен в отношении евро. Вчерашний блок данных по активности в сфере услуг максимальное значение не просто за несколько лет, а вообще за декады, за десятилетия. По Германии хай за, по-моему, 23 года. По активности в сфере услуг по еврозоне максимум с 2006 года. Фунт против доллара. Сегодня фунт точно будет героем, потому что мы ждем 14.00 заседания Банка Англии. Решение по ставке, распределение голосов. Это, кстати, еще более самый важный момент, потому что ставку, конечно же, не изменит. Но вот сколько человек, сколько голосующих членов будет голосовать за то, что пора уже принимать такого рода решение. Двое, трое. Это повлияет на дальнейшую динамику фунта. Прогнозы по инфляции, по экономическому росту, сопроводительные заявления. В общем, сегодня будет заряженный день для британской валюты. Не случайно эту сессию называют суперчетвергом для фунта. Я склонен полагать, что фунт поведет себя как в соответствии с моим прошлым прогнозом. Скорее всего, мы увидим добой до отметки 1.40 и потенциальное движение выше. Потому что я не сомневаюсь, что сегодня в каком-то формате мы увидим сигналы, намеки на ужесточение денежно-кредитной политики. Рынок нефти 70.59. Вчера, конечно же, нефтянку опрокинул новостной фон. Заголовки, которые транслировались везде, но я ориентируюсь на блумберах. То, что Китай закрывает границы из-за ковида. 17 провинций из 31. Жесткие ковидные ограничения, запреты на перемещение. Людям запрещено выходить из своих домов. Разумеется, тотальные комендантские часы. И это, конечно же, напоминает то, что было в 2020 году. Не хочу больше, как бы дальше вдаваться в подробности по количеству случаев заражения, летальных исходов. Это сейчас не важно. Но я рассчитываю, что все-таки прецедент английский, когда эффективная кампания по вакцинации, в конце концов, привела к тому, что стало сокращаться количество заболевших, будет распространен этот прецедент на всю мировую экономику. Поэтому я, друзья, продолжаю настаивать на идее такого оптимистичного подхода к тому, что будет с мировой экономикой дальше. Поэтому здесь я в отношении рынка нефти думаю, что будет разворот, особенно после последних данных по запасам, снизились запасы нефти и бензина. Австралийцы против доллара ждем на отметке 0.75. Новозеландский доллар также покупаем после последнего отчета по рынку труда. Еще один шаг в сторону повышения процентной ставки. И фондовый рынок S&P 4400 ждем 4.500. 63% компаний уже отчитались, в 88% случаев прибыли компании превзошли ожидания экспертов. Ну, чем не повод для того, чтобы и дальше работать по тренду. На этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии. Всем пока.